праздника это такой праздник не история да и даже я думаю не из мудрецов это обычай обычай отмечать йорцайт годовщину ухода из этого мира великого великого мудреца раби шиман барюха праведника мудреца человека которые через которого мы узнали очень много тайн торы всего книга зоар зоар сияние да это главная книга у каббалистов и он вот самые такие главные тайны по преданию он открыл как раз в день своей смерти поэтому жгут костры потому что заповедь каждая заповедь это свет атора каждая заповедь это кинер митсва в тара ор как свечка каждая заповедь атора это свет и дир хаим путь к жизни это нравственное увещевание и у нас всё как раз совпадает что значит мы изучаем тору и как раз ту частью которая говорит о нравственных увещеваниях то есть путь к жизни, путь к вечной жизни. И тайны Торы мы особо не касаемся, но как я понимаю, как работает система, что в заслугу того, что ты хочешь служить Всевышнему, хочешь себя исправлять, изучаешь Тору, Всевышний начинает тебе открывать тайны, то есть ты начинаешь познавать тайны, как учил нас царь Соломон, что потому что Бог дает мудрость, мипив от Него, дату Твуна, от Него познание и понимание, поэтому человек, который учится, он создает предпосылку, он как бы засевает, засевает, он вот как поле, да, у тебя есть поле, то ты берешь, вначале ты его делаешь вспашку, пашешь, потом, когда ты его распахал, ты должен туда посеять семена, а потом ты ждешь дождя, гэшем, да, благословение с неба, и оно все начинает расти. Вот то же самое с мудростью, вначале у тебя есть, надо подготовить поле, ты хочешь постигнуть божественную мудрость, ты хочешь понять, у тебя есть намерение, как ты выражаешь это намерение, среди множества других возможностей, ты выбираешь пойти на урок Торы, а не, там, куда-то в другое место. Это как ты подготовил поле. Потом нужно засеять семена. Семена это ты изучаешь священные писания, книги пророков, книги мудрецов, и ты изучаешь, ты как бы засеваешь, ты себе в интеллект добавляешь вот эти вот семена мудрости. Но потом надо начать молиться и просить Всевышнего, дай мне постигнуть истину, да, то есть я хочу понять конкретно, что ты для меня хочешь и что вообще я должен делать и так далее. И в этот момент вот эти вот семена, они взойдут. А как вы узнаете, что семена взошли? Правильно, радость, радость. Когда ты испытываешь вот этот духовный свет, то есть ты как бы постигнул вот этот вот, это совершенно другого уровня удовольствия, когда у тебя происходит то, что называется инсайт, озарение, когда тебе приходит от Всевышнего, да, такой от своей души, такой свет внутренний, то это, конечно, это круче всего. Но не все удостаиваются, потому что предыдущих два этапа ты должен сделать сам, и они сложные. Намерение, это как подготовить поле, знание положить туда, это как засевать шавуатов, и молиться, сильно-сильно молиться, чтобы Бог открыл. Итак, врата радости. Здесь он нам объясняет, какие есть виды радости. И мы вчера дошли, что есть радость хорошая, значит, а есть радость плохая. Есть радость очень плохая, насмешка над мудрецами Торы, которые, если ты над ними насмехаешься, это четыре проблемы ты получаешь, значит, из себя, значит, потому что ты насмехаешься не только над ними, но и над заповедями, которые они делают. и ты можешь ему повредить. Потом те, которые вокруг тебя услышат, как ты насмехаешься, они могут тоже не старать делать заповеди. И четвертое, так как тот служит Богу, над тем, кто насмехаешься, то ты приобретаешь себе Бога в этих самых, во врагов. То есть, это страшно насмехаться над теми, кто учит Тору. Поэтому, если кто-то над вами насмехается, то, конечно, пожалейте его. Это очень жаль этих людей, которые насмехаются над теми, кто учит Тору. Теперь дальше он пишет, есть радость горькая, как белина. Мы не знаем, что такое белина, но раньше, видно, было какое-то психоактивное вещество под названием белина. И они, когда говорят человеку, который немного не в себе, ему говорят, ты что, белина и объелся. Я помню, было такое народное выражение, но мы не знаем, как выглядит человек, который белина и объелся. Ну, вот он пишет, видно, он был немного радостный, потому что в этой книге тысячу лет назад написано, что есть радость горькая, как белина. Что это такое? Это когда кто-то развратничает, грабит и совершает прочие преступления и радуется, исполняет свои дурные желания. А таких сказано в притчах, что они рады делать зло и веселятся злой извращенностью. Наказание им это ад. Значит, я когда-то в молодости, когда у меня был приятель, который в прошлом был таким преступником, и он уже не был преступником, когда мы с ним дружили, но его друзья как бы были конкретные преступники. вот не просто, а он мне говорит, пошли, я тебе покажу, вообще, с кем я раньше общался. И привозит меня в такое место. Вот как фильм «Место встречи изменить нельзя». Такая подземелья, подземелья, значит. И там сидит преступник, который 25 лет был в бегах. Он из тюрьмы убежал, и 25 лет он прятался по подземелям таким. И он этот преступник, и они все такие, ну просто этот, у меня на всю жизнь шок остался, когда увидел вот этот вот, мир вот этот вот, да, такой прямо черный. И значит, и он был при этом, он такой был очень, ну, шутил, смеялся, но он был все время под наркотиками какими-то, да, то есть он очень, и потом, значит, был там еще один парень, который они с ним вместе кололись, там все такое. И потом у этого было, у преступника передозировка, и он умер. И эти убили вот этого парня, который, молодой парень был, который ему носил наркотики, да. Типа он виноват в этом, хотя тот всю жизнь употреблял, и все. То есть есть такие люди, вот о них говорит царь Самон, что они рады делать зло, веселяться злой извращенностью, и наказание им ад. Но при этом в разговоре он был очень веселый человек, который, ну, такой шутил, анекдоты, он был такой мастер, мастер речи, да. Он говорит, ладно, это радость горькая, как белина, вот такая, которая связана с наркотиками, грабежом, развратом и прочими преступлениями. Теперь он говорит, но есть смешанная радость. Вот эта смешанная радость, она самая такая пограничная радость. Сейчас мы узнаем, что это за пограничная радость. То есть ее нельзя назвать полностью плохой, ее нельзя назвать полностью хорошей, она пограничная. Она окутывает дымом все заповеди и заставляет людские сердца забыть страх перед Всевышним. Что же это за смешанная радость-то такая? Это те, кто напиваются и веселятся в ресторанах. Те, кто напиваются и веселятся именно в ресторанах. Спасибо Дамиру. Благословяще будет благословлен. Кстати, у нас для спонсоров и партнеров потом урок, где мы изучаем то, что говорил Любович Стеревы про богатство, про материальное богатство, как удостоится богатства, как правильно им распоряжаться. Так что Дамир, партнер, на этих уроках он узнает полезные вещи. Я думаю, что вот он столько, у него есть намерения, он подготовился и молится Всевышнему. Теперь Всевышний ему дает подсказки как раз на нашем уроке для партнеров и спонсоров. Значит, вот тут обратите внимание, смешанная радость это именно напиваться и веселиться в кабаке. Они перевели слово, но я думаю, что это было тысячи лет назад, называлось Дом Пира. На иврите, иврит очень чистый язык, в переводе там перевели кабак, а так оно называется бейтмиште, дом, где пьют, дословно переводится. Он говорит, какие здесь есть последствия этого веселья. Значит, он нам напоминает, как царь Соломон в 23 главе, в притчах, он очень образно изобразил человека пьющего, и он написал так, у кого ах, у кого увы, у кого ссоры, у кого плач, у кого напрасные раны, у кого багровые глаза, да, у сидящих поздно за вином, у приходящих искать вино, в притчах 23 глава, 29-30 отрывок. И сказал пророк, Ишая, да, горе тем, кто с утра ищет вина и задержится за вином до ночи, вино разжигает их. В общем, пишет он, что те, кто пьют, он пишет, поэтому пойдет мой народ в изгнание из-за неразумия, и знатно его умрут от голода, и толпу его сушит жажда. Именно из-за тех, кто напивался в Иерусалиме во времена пророка Ишая. И сказал он, пророк Ишая, и эти тоже от дурманины вином, и спотыкаются от старого вина. И священник, и пророк шатаются от старого вина, сбились с пути из-за вина, они отуманены вином, ошибаются в видениях, спотыкаются на суде. Он пишет автор этой книги. Ты видишь, какой вред от вина? Какой вред от вина, да? Также в притчах 20 глава написано, вино заставляет насмечничать. Старое вино, более крепкие там алкогольные напитки, они буйность вызывают. И всякий, кто увлекается ими, неразумен. То есть алкоголь, конкретно царь Самон против. Значит, писал Рамбам. Рамбам это был великий законодатель, тоже тысячу лет назад он жил. Значит, посещение сборища, собравшихся для питья опьяняющего, должно быть для тебя позорнее посещение сборища нудистов, обнаживших свою срамоту. Так написано, да. То есть собираться с алкоголиками, ну с теми, кто пьют, это хуже, чем собираться с теми, кто раздеваются. Пьянство принадлежит деяниям зла, оно лишает ума, которым Всевышний наделил тебя. А почему тогда названо пограничным? Спрашивает вот Алла Сос, да, например. Или, кого еще интересует этот вопрос, почему пьянство называется пограничным? Тут написано, что ничего хорошего в нем нет. Но. Дальше он пишет. Но умеренное питье вина весьма полезно. Умеренное питье вина весьма полезно, когда соответствует обычаю разумных людей. Сказал царь Шломо, там же в Мишлях, старое вино дайте погибающему, потому кто потерялся, а вино огорченным душою. Пусть выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. То есть, что отсюда мы видим? Чтобы, значит, если пить в меру, а где эта мера, где вот эта граница? Это как гомеопатия. Гомеопатия, они берут яд, по большому счету, какие-то вещества, чуть-чуть разбавляют их, там с чем-то разбавляют, и потом принимают. И что в итоге получается? Получается в итоге, что эта гомеопатия дает там какой-то позитивный эффект. Он пишет здесь то же самое. Все сказанное есть похвала вину, когда она употребляется умеренно, по мере мудрецов. Они пьют вино столько, что их разум побеждает вино, но не столько, чтобы вино победило разум. И пьют в определенное для этого время, пьют с друзьями, любящими их, с благочестивыми и праведными, а не с босяками и глупцами. Ибо вино прибавляет мудрости тем, кто держится за древо жизни. Разумному вино прибавит разума, а глупость глупца увеличит. Любовь любящего обновит, а ненависть врага пробудит. Руку щедрого раскрой сердце и так далее. Вот правила для пьющего вино. Записайте. Сделай вино лекарством, излечивающим тревогу, чтобы быть сильнее в изучении закона, чтобы изучать его с радостью. Потому что, пока человек тревожится, он не может учиться. И судьи, подверженные треводе, не могут принять верное решение. Тревога мешает сосредоточиться в молитве. Понятно, да? Теперь, вот это вот главный признак. Главный признак, что можно пить. То есть, пить можно только в празднике, например, когда написано «Радуйся перед Всевышним», «Радуйся в свои праздники». Значит, потому что за то, что ты не служил Всевышнему с радостью и добросердечем, приходят неприятности. То есть, тут вот эта вот граница, когда ты рад, но ты нелегкомысленен и можешь служить Всевышнему. А я вот тут себе написал, значит, интересное такое. Говорят, что изучение Торы, то есть, когда ты прислуживал мудрецам Торы, написано в Талмуде, то это больше, чем ты учил Тору. То есть, мы сейчас учим Тору. А я вспоминаю сейчас, как когда-то Равыцка Кузильберу перед Пуримом задали вопрос, так сколько пить в Пурим, сколько пить? Он говорит, вы знаете, сколько пить? Он говорит, я вообще пить не советую, значит, можно выпить полстакана вина, лечь поспать, то же самое будет. Ну, говорит, а его спрашивают, а почему? И он такой говорит, я на все же запомнил. Он говорит, вот когда мы жили в Казани, мы жили с родителями в коммунальной квартире. И у нас был сосед, милиционер, милейший человек, очень был милый, вежливый очень человек. Однажды он напился и застрелил жену и троих своих детей. Так он спокойно объяснил. И все поняли, что пить лучше не надо, потому что человек, ну, когда он выпивает, он полностью собой не контролирует. А сегодня я читал, теперь чуть-чуть с другой стороны. Сегодня есть такая книга, называется «Айом-йом». Ее учат в Хабаде, это написал ее Любович Старая, и последний. И он, значит, написал эту книгу. Каждый день там маленький отрывочек. Сегодняшний отрывок такой. Сегодня же Лакба омер. И он пишет, что, не помню сейчас как, сейчас секунду я скажу. Это был один из хабадских ребб, этих предыдущих. Для него Лакба омер, это был один из самых важных праздников. И он в этот праздник, хотя ему врачи запрещали пить вино, запрещали пить алкоголь, он выезжал с хасидами в... Они выезжали праздновать куда-то на природу, в поле. И он выпивал там немного водки, хотя ему нельзя было категорически. Именно так и написано. Немного водки. И, значит, очень сильно радовался, там молился. И написано в этот же день, дальше там написано, что в этот день бездетные пары, они очень сильно молились за детей, и с ними и происходило очень много чудес в этой сфере. То есть, поэтому, если кто-то понимает в этой всей истории, то сегодня как раз Лакба умер. И, значит, те, кому нужны... То есть, есть, видите, он писал, в нужном месте, в нужное время с правильными людьми. И целью, если кто и пьет, является убрать тревогу из сердца, поднять чуть-чуть вот эту радость сердца, чтобы в этом состоянии служить Всевышнему. То есть, сейчас время предназначено для молитвы о детях, то есть, чудеса. Почему я, кстати, я сейчас вспомнил, почему вдруг у меня мысль эта мелькнула. В трактате Баба Мецея рассказывается про Раби Лазара, сына Раби Шиман Барюхая, и как он пришел в Бэтмидраж, и он, значит, там про него рассказывается, что приходили женщины, задавали вопросы, могут они быть там с мужьями, не могут по законам семейной чистоты. И он сказал всем, что они да, могут. И потом мудрецы начали сомневаться. Он говорит, если я был прав, что да, могут. У них у всех родятся мальчики. И у всех этих женщин, там было 60, по-моему, или очень много было, родились мальчики. И, очевидно, у Раби Шиман Барюхая была особая браха, которую он передал своему сыну, благословлять на рождение детей. И получается, Лак Баомир тогда связан с рождением детей. И получается, что сегодня тоже в этой Айом-Йом, прям, кто хочет, может проверить, найти. Есть хитас сборники для Хабада, мы тоже это размещаем на Ваикре. И там есть, прям точно написано, что делал вот этот вот Милтер Ребе. Поэтому давайте все помолимся за тех добрых, хороших людей, которые изучают Тору, и которые хотят служить Всевышнему, хотят родить детей, чтобы выполнить заповедь Всевышнего. Пойдите все размножайтесь, давайте их поддержим, и помолимся, чтобы Всевышний принял сегодня их молитвы, и чтобы у них родились дети. Потому что есть много людей, которые ждут этого, молятся об этом, очень-очень они переживают за это. И действительно, чтобы это для них огромная радость, чтобы Всевышний дал им детей, значит, аминь. А те, у кого есть дети, радуйтесь, потому что мы часто, как должное, воспринимаем то, что нам Всевышний дает, как великий подарок, и все время недовольны, и так далее. Я помню, после уроков благодарности наших, одна женщина написала, я все время была раньше такая недовольная, а тут я смотрю, по квартире бегают мои дети, и я понимаю, что, например, она где-то там услышала, что суррогатные матери платят там, например, ну, какую-то сумму за это. Она говорит, а у меня так, сколько люди готовы платить, чтобы у них только дети появились, у меня вот четыре бегают по квартире, а я не рада. Спасибо, значит, Всевышнему. То есть, очень важно вот это вот, те, у кого есть, радоваться, и благодарить Всевышнего, а те, у кого нет, чтобы сегодня прямо помолились. Я, смотрите, я во всем делаю, как бы, невыдуманно, без самодеятельности. То есть, написано, что Митлер Рэбб выпивал, ехал на природу, выпивал чуть-чуть водки. Значит, я бы вышел бы в садик, выпил бы там грамм 50 водки, дал бы дзаку, то есть, сделал бы все действия, которые вообще надо сделать, или мы знаем о них для того, чтобы были дети. И, конечно, не забудьте, ну, как бы основной процесс, потому что, если это забыть основной процесс, то откуда же не возьмутся. Знаете, как этот, а лотерейный билет купил? Не, не купил. Как же ты молился, что в лотерее выиграть, если в лотерейный билет не купил? А ты, знаете, человек бывает, подготовится, подготовится, все подготовит, а главное-то забыл. Вот, поэтому молитва, благословение, это самое главное, но поле распахать и семя посеять, это должен человек сделать. Хорошо, дорогие друзья, значит, мы, сегодня мы поняли, что алкоголь хорош только в миру, мы с этой частью закончили. Завтра у нас будет продолжение про радость, это оказалось самая длинная глава, у нас еще тут про радость, ого, я просто удивляюсь, даже я еще дальше не учил, но у нас еще страниц 10 про радость, для меня это удивительно. Что же еще может быть здесь про радость, и потом следующие врата будут врата беспокойства. То есть, мы закончим про радость, но я думаю, еще урока 2-3 у нас будет про радость. Вот, хорошо, несколько слов про Лакбаумер, значит, сегодня мы празднуем, празднуем мы вот этот вот день, великий день, значит, можно сказать, что это праздник для Ваикра тоже очень важный, потому что Раби Шиман Барюхай, почему мы костры жжем, да, это просветительство, свет, не, нет, вот это вот бессамодельность, Александр Булгак Краснорудский, написано, что Рэбе Митлер Рэбе выезжал в поле и пил немного водки, значит, не надо с коньяка с кофе, коньяк с кофе, это другое. То есть, я считаю, что вот во всех вот этих вот сгулот, это называется сгула, это как средство, да, очень важно быть как лекарство, ты приходишь к врачу, врач тебе дает лекарство, ты же не проверяешь, что там в лекарстве, там вот такой вот список молекул, да, из чего оно создано. Ты пьешь лекарство, ну, как бы он говорит тебе, значит, он говорит тебе, врач, пей, пей, значит, лекарство, пей лекарство, говорит, вот такое-то, во столько-то, да, теперь, человек, кто-то выполняет, выполняет, значит, советы врача, А кто-то нет. Так вот надо в ТОРе быть точно так же, как относиться к советам врача. Мы не понимаем, почему именно сегодня, почему именно так. И не надо понимать. Нужна здесь вера. И когда эта вера, значит, у человека есть сильная вера. И он верит в правильные вещи. Потому что есть люди, которые верят в неправильные. Очень сильно верят в неправильные вещи. Есть такие люди, фанатики, например. Есть люди, фанатики Дарвина, например. Они себя называют атеисты. То есть они фанатично верят в того, в кого вы вообще даже не видели, не слышали. И не знают, что это вообще Дарвин был за человек-то такой. И был ли Дарвин вообще? Тоже вопрос. Может он не Дарвин был совсем. Вот. Теперь, значит... Но когда мы верим в ТОРу, да? То есть мы верим, что Машарабену получил ТОРу. Мы верим, что Всевышний... Все, что написано в ТОРе, это имет. Истина. Мы верим в Рабаним. То заслуга этой веры... Именно Всевышний все делает. Не люди делают. Люди это только передачи, эти средства, информация. Это все это... Это как такие пазлы, молекулы. Но если у тебя складываются все пазлы... Вера. Хорошее настроение. У тебя есть внутри радость. Правильная информация. Вокруг тебя благословили правильные люди. Есть очень хороший... Я вам сейчас расскажу тоже такой короткий лайфхак. Который прямо в Талмуде. Он в трактате Медила. Был, значит, один мудрец Торы, который вот как Дамир, он всех благословлял на благополучие, на деньги. И вот он благословлял всех, значит, чтобы тебе Бог дал... Вот как Дамир нас все время благословляет, чтобы все получили миллионы долларов и дали миллионы на цдаку, на благотворительность. И был раввин, в трактате Медила рассказывается, он благословлял всех тоже вот так на деньги. И тут один вдруг из тех, кого он благословлял, он, значит, несказанно вдруг разбогател. Просто ему поперло вообще вот все, что он делал, у него начало получаться, превращаться в деньги. И этот к нему пришел с претензией. Он ему говорит, смотри, говорит, почему ты мне не сказал, когда я тебя благословлял, и так же господина тоже, я в ответ благословляю. Благословляющий будет благословлен. Почему ты мне не сказал, на Арамите это было в Хенли Мар, и так же господину, который меня благословляет. Потому что я тебя благословил, получилось, в Этрацион, во время желания Всевышнего. То есть мы попали вот в этот вот духовный портал, когда Всевышний его, то есть соединилось благословение человека с благословением Всевышнего. И он говорит, у тебя же сработало, явно видно, что это благословение. Почему ты мне тогда не сказал в Хенли Мар и так же господину. И это вот очень интересная вещь, когда вас кто-то благословляет или вы кого-то благословляете. То нужно попросить, чтобы он сказал Амэнь и так же и тебя. И в ответ нужно тоже попросить благословения. Потому что там же в Талмуде написано, что пусть не будет благословения простого человека легким в твоих глазах. У каждого есть какой-то связь со Всевышним. И у каждого из нас есть на небе какой-то свой депозит, какой-то счет. Ну карма ее называют, более понятное слово карма. Теперь благословение любого человека добавляет туда позитива. И проклятие любого человека добавляет туда негатива. Поэтому очень важно, прям невероятно важно, когда вы что-то задумали или что-то у вас там намечается, то не надо никому рассказывать, если вы сомневаетесь, что человек этот подумает хорошо, благословит вас и будет сильно хотеть, чтобы у вас получилось. А большинство людей, которые не ходят к нам на уроки, они не хотят, чтобы у других получалось. Они наоборот живут в концепции зависти, обиды и так далее. Поэтому очень важно, если вы уже попадаете на человека хорошего, вот Жанна, например, Трахтенберг, то она, значит, всех благословляет, там Жанна все, то есть может раздавать благословение. А если вы попадете на какую-то, например, там, другую Жанну, стюардессу по имени Жанна, да, которая всех ненавидит, она летать ненавидит, и всех она ненавидит, все, то лучше этой стюардессе не рассказывать про свои там попытки зачать ребенка, потому что она может, наоборот, помешать этим попыткам зачать ребенка. Все, друзья, удачи, успехов, шавуатов, чтобы заслуги Рабишиман Барюха освещали нам путь, и вот этот вот огни, которые зажигают, это вот этот огонь света, света, который нам освещает мир, в котором мы живем, освещает путь ко Всевышнему, и чтобы мы получали больше этого божественного света и больше его распространяли вокруг. Поэтому приглашаю вас стать партнерами и спонсорами деятельности ВАИКРА, присоединяться к урокам для партнеров и спонсоров, где мы изучаем, как увеличить благополучие. Мы специально изучаем, чтобы можно было побольше, побольше, чтобы все получали больше благословения от Всевышнего и направляли это на прославление Всевышнего, на увеличение присутствия Всевышнего в этом мире. И тот свет, который мы создаем, в конце концов осветят все темные переулки, и люди поймут, не надо воевать, нету в этом никакого смысла, потому что война заканчивается миром, а разрушили и убили в это время миллионы людей. Зачем воевать? Какой смысл? Все равно мир будет, рано или поздно. Но вот эти вот, каких-то несколько кучка сумасшедших, которые начинают эти все войны, они почему-то втягивают и нормальных людей. Это так неправильно. Поэтому мы молимся, что божественный свет осветил нормальных людей, и эти сумасшедшие, или они станут нормальными, или будет видно, что они реально сумасшедшие. Потому что, ну, конкретно, те, кто начинает эти все войны и конфликты, зачем? Какой в этом? Нет смысла в этом никакого. Все, друзья, удачи, успехов. Всем счастливо. До завтра.